И я хотел бы задать один вопрос, начать свою проповедь. А зачем, я помню, по первости, когда я не имел ответа на этот вопрос сам, мне было интересно, почему Господь оставил нас на этой земле, когда мы приняли Христа? Ну вот, было бы, потому что он же сильно рисковует. Вот скажем, ты услышал благую весь Евангелие, услышал благую весь спасение, ты услышал, и ты говоришь, Иисус, я исповедую тебя Господом, хочу, хочу, хочу быть спасенным, хочу быть твоим детем, хочу быть в твоем царстве. И, наверное, для Господа было бы проще так, и сразу тебя на небеса. Потому что мало ли, что там потом перезахочешь, может быть, отступником станешь, еще что-то. А было бы неплохо, вот люди выходят, кто хочет принять Иисуса как Спасителя? Люди выходят сюда, принимая Иисуса как Спасителя, и на небеса сразу. Все, стопроцентная гарантия. И тебе ни забот, ни хлопот, ничего. Но по какой-то причине Бог оставляет нас на этой земле. По какой-то причине Господь оставляет нас на этой планете. И я верю, что есть единственная причина, по которой мы здесь. Ну, конечно, причина спасать других людей, это понятно. Но помимо того, что-то касается тебя. Я верю, что мы здесь, чтобы научиться любить. Научиться любить. Когда Иисуса спросили, Господь, что самое главное в жизни? Вот скажи вот в двух чертах, вот о чем все твое спасение? О чем все твое царство? Вот одним предложением. Иисус говорит, легко. Люби Бога и люби людей. Люби людей и люби Бога. Одной строчкой. Не только людей и не только Бога. Люби людей и Бога. И я верю, что один из самых главных уроков жизни, который мы должны в оставшиеся годы жизни постичь, это научиться любить. Если ты прожил свою жизнь и так и не научился любить, то упускаешь что-то самое важное и самое главное о своей жизни. Поэтому пока мы живы, пока мы дышим, пока мы движемся, пока мы существуем, есть что-то, что мы должны продолжать делать день ото дня. Учиться любить. Учиться любить Его и учиться любить их. Учиться любить Бога и учиться любить людей. Интересно, мы видим, когда Христос воскрес, и Он является Своим учеником, Он является Петру. И когда Он является Петру, у них, помните, Петр полон отверженности, полон страхов, полон... Ну, то он отрекся от Христа, ему очень неудобно. И Христос восстанавливает. Он трижды отрекся, и Христос трижды восстанавливает его. И как Он его восстанавливает? Он не проводит ему, знаешь, там какие-то там, знаешь, сеансы, там, консультирования. Он задает ему один вопрос. Петр, а Петр, знаешь, ему неудобно. Он думает, может, я этот Иуда, может, я этот... Почему? Ну, Иисус сходит с ним, говорит, Петр, один вопрос. Один вопрос. Какой вопрос? Может, Петр ожидал сейчас, ну, вопрос будет такой. Почему ты от меня отрекся? Почему ты так поступил? У меня вот тебе вопрос. Вот ты объясни мне, как мужик мужику там. Но он не спрашивает его это. Петр, один вопрос. Ты меня любишь? Ну, что за вопрос? Петр говорит, ну, конечно, люблю. Конечно, люблю. Хорошо, Петр, еще один вопрос. Какой вопрос? Ну, наверное, сейчас второй вопрос будет какой-то там. Там, ты квалифицирован к служению, ты библиейскую школу закончил, там, ты молился сегодня, Петр, там, знаешь, постил. Сколько ты постишься, Петр, вопрос? Сколько ты стихов на Иисусе с Библии выучил? Какой вопрос? Петр, второй вопрос тебе? Ну, хорошо, Иисус, какой второй вопрос? А ты меня любишь? Да люблю я тебя, Господи, люблю, люблю. Хорошо, Петр, последний, третий, контрольный вопрос. Ты меня любишь? Господи, да я, ты же знаешь. Хорошо. Хорошо, Петр, теперь ты люби их. Самое главное в жизни – любить Бога и любить людей. И как Юля вчера здорово проповедовал, что все начинается от любви Бога, все начинается от Его благодати. Все начинается, когда ты любишь Его, эта любовь изливается в твое сердце, эта благодать действует в твоей семье, в твоем браке, и потом она изливается к людям. Поэтому, интересно, Иисус даже не задавал вопрос, Петр, любишь ли ты людей? Любишь ли ты меня? Потому что все начинается с нашей любви к Нему. Или все начинается с Его любви к нам. И когда мы переживаем Его любовь к нам, мы испытываем любовь к Нему. А когда мы испытываем любовь к Нему, Он дает нам любовь к людям. И 1 Иоанна, 4 глава 17 стих. Библия говорит, это любовь, которая изливается в наши сердца. Написано, она до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как Он. Интересно, Библия говорит, что когда эта любовь, она действует в нашей жизни, мы сознательно и подсознательно начинаем поступать, как Он. Скажи, поступать, как Он. И я вот сегодня хотел бы посмотреть на Него и как бы учиться у Него, как любить так, как любил Иисус. Потому что слово любовь, оно размазанное слово. Я люблю тебя. И это ничего не значит. И особенно, я уже однажды проповедовал, когда для мужчин говорил, что слово любовь такое, ну, в русском языке у нас все любовь. Люблю собак, люблю пельмени, люблю жену, люблю детей, люблю путешествовать. Все, все одно слово. Люблю и все. Но Библия не просто говорит любить, а любовь до того совершенства достигает нашу, что мы любим, как любит Он. Поэтому я верю, что время от времени мы должны заглядывать в Евангелие, смотреть на поступки Иисуса, на истории и жизни Христа и думать, Господи, а я на такое способен. А могу ли я любить так, как любишь Ты? Я хотел бы взять сегодня одну историю из жизни Иисуса. Одну историю, которая очень типичная. Она не одна история. Почти все истории, встречи Христа с людьми, они похожи на эту историю. Но у нас нет времени на одном богослужении все истории рассматривать. Поэтому мы рассмотрим одну. Но я уверен, если ты читал Евангелие когда-то, ты увидишь, что вот эти истории, она повторяется буквально под копирку. Мы посмотрим с вами Евангелие от Матфея, 20 глава, с 30 по 34 стихи. Я хочу, чтобы ты обратил внимание на пять глаголов в этих четырех стихах. Пять глаголов в жизни Христа. Пять глаголов в служении Христа. Пять глаголов в сердце Христа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи!» Похожая история, правда? В Артемеи кричал, другие кричали там. «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Тоже знакомая история. Они все еще громче стали кричать. «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их, сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Вот в этих четырех стихах есть пять удивительных глаголов, на которые я хотел бы, чтобы ты обратил свое внимание. И проверил, а любим ли мы в этом мире, как Он. Первое. Услышал, остановился, посмотрел, спросил, коснулся. Это мои пять главных пунктов проповеди. Услышал, остановился, посмотрел, спросил, коснулся. Услышал, остановился, посмотрел, спросил, коснулся. Первое. Услышал. Как любить людей, как любить жену, как любить мужа, как любить детей, как любить братьев и сестер? Любовь начинается со способности слышать. Я говорю, что можно много говорить, любовь, любовь. Что такое любить? Любить – это быть способным слышать. Будь способен услышать у тех, у которых боль, у тех, у которых проблемы, у тех, у которых какие-то заботы. Любовь всегда начинается со слышания. Одна из самых больших проблем, которые есть между родителями и детьми. Когда слушаешь подростков, слушаешь детей, они приходят, они тебе не говорят, но они приходят по сторонам и говорят, мои родители меня не слышат. Одна из самых больших жалоб, которые я слышу от жен к мужьям. Он меня не слышит. Как о стену гороху, он не слышит меня. Я ему говорю, я ему намекаю, я ему показываю, а он не слышит. Любовь начинается со слышания. Знаете, какая одна из самых главных молитв в Израиле? Называется «Шма, Израиль». Услышь, Израиль. Шма. Знаете, услышь, услышь. Способность. Мы часто не понимаем сил услышания. Мы часто там, мы любим больше говорить, чем слушать. Бог дал нам два глаза, два уха и один рот. Почему? Чтобы мы по меньшей мере два раза больше слушали, чем говорили. И истина в том, что часто проблема в том, что люди с болью, люди с проблемами, люди с какими-то нуждами окружают нас, а мы их не видим. Мы их не замечаем, потому что мы находимся в своем мире, мы живем в своем окружении, в своем эгоистическом мире. И мы не слышим. Мы не слышим друг друга. Если бы люди разучились слушать друг друга. Если бы мужья научились слушать жен, а жены научились слушать мужей. Если бы родители научились слышать детей, а дети научились слушать родители. Если бы продавцы слышали покупателей. Если бы правительство слышало свой народ, а народ слышал правительство. Поймите, вопрос слышания – это очень важный вопрос. Потому что настоящая любовь начинается со способности слышать. И причина, по которой мы не замечаем и не слышим, потому что мы сами в центре, а эти люди как бы на обочине. Заметьте, эти двое прокаженных, они не были в центре. Иисус был в центре. У него была бурная жизнь, у него там пробуждение, люди толкают его, люди следуют за ним. И там какие-то двое на обочине. Знаешь, иногда мы живем в своей карьере, живем в своих откровениях, живем в своих программах. И не понимаем, что твои дети там на обочине. Это их просто не слышишь. Ты говоришь, я люблю детей, люблю, ой, как я люблю детей. Любовь начинается со способности слышать. И эти двое начинают кричать, Господь, помилуй нас. Их затыкают. Они думают, что если кого-то заткнуть, то боль уйдет. Если кого-то скажут, замолчи, ты не прав, прекрати. Хватит. То все решится. Если кого-то, знаете, ничего не решится. Они кричат еще больше. Знаете, это то, что происходит с людьми вокруг нас. Сегодня сотни, тысячи людей кричат вокруг нас. Наши родные и близкие. Знаете, такой безмолвный крик. Не, не, они не кричат так, как эти слепые. Там, ааа, у меня проблема. Может, кто-то и так кричит. Часто наши детки кричат через Инстаграм. Кричат через Твиттер. Кричат, знаете, я думаю, зачем вот людям вывешивать там, что он ел, что он пил. Он хочет, чтобы люди знали. У него есть какая-то потребность. Услышьте меня. Это же какие-то сигналы, которые люди посылают. Это что-то, ну, мне нужно, чтобы... Вы понимаете, да, что я говорю? То есть, кому интересно там, ну, сигнал. Я хочу, хочу, чтобы вы увидели, какой у меня песик. Я хочу, чтобы вы увидели. Увидьте меня. Знаете, иногда? Я подписан на одну девушку. И она в Инстаграме вывешивает там, когда она плачет. Знаешь, вот там свою фотографию, заплаканную фотографию. Что это такое? Это безмолвный крик. Мне нужно. Услышьте меня. Мне плохо. Я страдаю. Знаешь, кого-то уволили. Кто-то гастробайтер. А кто-то на обочине. Мне кажется, люди часто оказываются на обочине жизни из-за возраста. Знаешь, ты всю жизнь работал, был важным человеком, потом тебя сократили или на пенсию отправили. Подарили тебе часы. Чтобы ты смотрел, сидел дома, как жизнь проходит. И ты был в центре, и ты оказался на обочине, и никто не слышит. И пенсионеры говорят, нас никто не слышит. Церковь нас не слышит. Правительство нас не слышит. Местные власти нас не слышат. Нас не слышат. Любовь начинается со слышания. И жизнь проходит, а ты на обочине. Знаете, у Йова есть такие, ну, похожие. У него не было инстаграма, но это он в твиттере написал. И вот Йов пишет здесь, 19 глава, 7 стих. И хотя я кричу, что боль моя не заслужена, я не нахожу ответа. И хотя я о помощи молю, все равно справедливости нет. Это из твиттера Йова. И многие себя так чувствуют. Кричу, и никто меня не слышит. Люди кричат через твиттер, через инстаграм. А люди говорят, не раскачивайте лодку. Прекращай уже. И такая надежда, что люди забудут, если сказать, не говори об этом. Но они кричат еще громче. Знаете, я увидел, когда напряжение растет. Когда тебя не слышат. Я был на таких собраниях, где знаешь, когда... И вопрос не в том, чтобы сделали по-моему. А вопрос, хотя бы послушать меня можно? Я говорю, нет, было только однажды. Я в офис пришел, а мой стол передвинули. В лучшее место передвинули, чем был. Я не против. Но, говорит, могли бы спросить. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Потому что нам так важно, чтобы нас услышали. Самые страшные моменты в жизни Давида. Помните, какие были? У Давида есть классные псалмы. У Давида есть замечательные псалмы. Где он говорит, славлю тебя, как лань, жаждет к воде. Я жажду к тебе, Господь, и мы все там... Но у него есть такие моменты, где говорит, Господь, жить не хочу. Потому что мне кажется, что ты меня не слышишь. Потому что любовь начинается со слышания. И когда, интересно, Иисус услышал их из всей толпы. Знаете, там было множество людей. Но все вокруг Христа, они слышали шум. Они слышали, кто-то пытается, кто-то шумит. Кто-то рушит служение Христа. Кто-то наводит беспорядок. Они слышали крики. Они слышали голоса. Но Иисус услышал боль. Способен ли ты услышать боль? Знаете, что я обожаю в нашем Боге? Он слышит твою боль. Он слышит, когда ты Ему молишься. Это то, что дает мне утешение. Это то, о чем мы пели. Он слышит, говорит, он тебя не оставит и не покинет. Псалом 17, 7 стих. Давид говорит, в тесноте моей Я призвал Господа и к Богу моему возвал. И он услышал от чертога своего голос мой. И вопль мой. Дошел до слуха его. Он говорит, я в тесноте. Я в страхе. Я в боли. Возвал, говорит, и знаешь что? Я другой человек. Я знаю. Мой Бог меня не оставит. Мой Бог меня не покинет. Мой Бог меня слышит. У меня есть хорошая новость для вас, новосибирцы. Если Бог слышал вопль Давида, Он слышит и твой вопль. Он не просто слышит твой шум. Иногда, знаешь, нам кажется, Господь, увидь мою ситуацию, мои обстоятельства. Он говорит, я твое сердце вижу. У меня вопрос, а ты слышишь тем, с кем ты работаешь, с кем ты живешь? Может, они невербально кричат. Другими способами. Знаешь, как любить своего мужа? Как любить своих детей? Как любить свою жену? Научись слушать не только слова, но научись слушать и боль. Потому что часто мы на слова обращаем внимание. О, сколько обиженных семейных пар приходит ко мне. Пастор, он то сказал! Или ты знаешь, как она меня назвала? Ты знаешь, что он про меня сказал? Слова-то ты услышал, а боль ты не услышал. Может, ты спроси у нее, почему она так назвала? Что ее заставляет чувствовать так? Мы часто цепляемся за слова, но слова – это просто слова. А более того, Иисус не просто слышал крики, Он слышал боль. Любовь начинается со слышания. Любовь начинается с ушей. Ты слышишь боль? Часто у нас бывает так. Мы слышим какую-то боль, а нам не нравится это слышать. И ты переключаешься на канал, который похож на тебя. И ты на другие волны настраиваешься. Я тебя не слышу. Я тебя не слышу. Я не хочу тебя слушать. Часто говорят люди, когда ссорятся. Но иногда нужно слушать с тем, кем ты не согласен, чтобы научиться любить. Иногда нам нравится слышать только то, с чем мы согласны. Вот с этим я согласен, с этим я согласен, с этим я согласен. Но любовь начинается с того, что ты готов услышать то, с чем ты не согласен. Я знаю, это больно. Но это любить, как любил Иисус. Притча 21.13. Написано, кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Бог говорит, я не хочу, христиане, чтобы вы жили с закрытыми ушами. Услышь, что их дети, они что-то тебе говорят. Ты говоришь, мои дети со мной не общаются, мои дети не хотят со мной... Неправда. Если ты научишься их слушать, ты увидишь, они очень много что говорят. Они очень много что транслируют. И проблема не в том, что они не говорят. Проблема в том, что мы не на ту волну настроены. Мы не научились слушать. Итак, первое. Иисус что? Услышал. Второе написано. Он остановился. Когда ты услышал боль, услышал проблему, услышал человека, остановись и перестань делать. То, что ты делал в этот момент времени. Это очень важно. Это то, что Христос сделал. Он остановился. Он перестал двигаться. Многие христиане, они обожают... Я не знаю, сколько книг я прочитал там. Семь шагов Иисуса. Восемь шагов Христа. Восемь шагов к исцелению. Семь шагов... Семь туда, семь сюда, восемь туда. У меня прям мечта появилась написать книгу Остановки Иисуса. Мне интересно. Вот, знаете, Он же Господь, Он Бог. У Него программа, у Него миссия, у Него великое поручение. Что заставило моего Бога остановиться и бросить это все? Какие вещи заставляли Его останавливаться? Где Он останавливался? Каким вещам Он позволял себя останавливать? Каким вещам Он позволял себя перебивать? Потому что, знаете, на Его проповеди сейчас Его перебивали. Он проповедовал, там кто-то перебивал, и Он говорит, нормально? Не знаю, что бы Вы сделали, если бы сейчас кто-то крышу начал разбирать? Ваше драгоценное здание. А Иисус говорит, классно, спускайте, спускайте. Почему? Потому что, очевидно, что у Него какие-то другие приоритеты, потому что мы сконцентрированы на здания, на какие-то программы, на конференции. А Он мог взять, у Него там конференция в другом городе, у Него пробуждение по дороге, люди следуют за Ним, кто-то поет, кто-то исцеляется. Он говорит, стоп, никуда не идем. Я останавливаюсь. Что перебивает? Это показывает, скажу такую вещь. Хотите быть великими людьми Божьими? Самые, вот за 30 лет служения, самые великие вещи в моей жизни случились, не по календарю. Это не было запланировано. Это не было, вот знаешь, сейчас запланируем там конференцию исцеления, запланируем там пробуждение, запланируем чудо. Нет, планировать это важно. Иметь цели важно. Но я видел, самые большие моменты в твоей жизни происходят, когда ты останавливаешься. Просто остановился с кем-то. Ты не планировал этого. Ты остановился, бам, Бог там является. Бог, Он как-то вот, Он в остановках этот Бог. Если ты посмотришь, 99% чудес Христа, они вот в этих остановках. Кто-то докричался до Него, Он ушел, Он говорит, Иисус им давил, Он побил меня. Бам, чудо. Какая-то ухватилась за Него. Кто меня, Он даже не знал, кто коснулся. Кто коснулся? Ребят, кто коснулся? Да все толкаются. Нет! Кто-то по-другому коснулся. Он остановился. Иисус обожал останавливаться. Знаешь, если мы хотим видеть чудеса, если мы хотим видеть проявления Божьей силы, Божьей любви, будь готов останавливаться. Он остановился. Знаешь, почему важно останавливаться? Потому что, знаете, занятость это враг номер один милости. Часто проблемы в наших семьях, потому что мы слишком заняты. Мы слишком куда-то бежим. Нужно сесть и остановиться. Мы часто говорим, у меня нет на это времени. Жена говорит тебе, давай поговорим, у меня нет на это времени. Я понимаю, что у тебя проблема, но у меня нет времени. Я понимаю, что тебе плохо, но у меня нет времени. Я понимаю, что у тебя трагедия, но у меня нет времени. Дети, я понимаю, что у вас есть проблемы в школе, но у меня нет времени. Не-не, я понял, я понял, я услышал, я тебя услышал. Иисус говорит, хочешь быть как я, если ты правду услышал. Остановись. Ну мы же бежим, у нас пробуждение. Остановись. Закройся с ним в комнате. Поговори с ним, посмотри с ним глаза в глаза. Милость начинается со знания. Если я забочусь о ком-то, я готов остановиться. Занятость убивает сострадание. Занятость – это смерть для доброты. Занятость, потому что и наше сердце зачувствуем. Потому что мы заняты. Потому что мы слишком заняты. И мы забываем эту важную, важную черту во Христе. Он имел останавливаться. Он был готов отдать жизнь. Знаете, какая истина жизни? Жизнь, она вообще не про тебя. Апостол Павел, учитывая, 1 Коринфянам 10,24, говорит, «Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Не ищи своего». Филиппийцам Павел пишет, там, 2-4, «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Есть времена, когда Бог слышит и останавливается. Что такое любить, как любил Христос? Быть способным остановиться. Часто же, заметьте, есть многие сейчас проблемы, которые мы вляпали с семьей. И ты думаешь, какой я был глупый. Лучше было просто, когда я первый раз это увидел. Если бы я уделил этому время, если бы я поговорил, если бы я остановился тогда. Сейчас поезд ушел, и уже так много дров там наломано, так много всего, копий сломано. Но если бы я тогда остановился. Ты же, ну я остановлюсь, и что я им скажу? Я не знаю, что сказать. Знаете, иногда, помните, друзья Йова? Они услышали, что у Йова боль. И пошли из разных городов. И что они сделали? Они пошли и пришли. И написано, они семь дней просто сидели молча с ним. Иногда мы думаем, ну, у него проблемы. Я не знаю, как его проблемы решить. Чего я буду остановиться? Да просто посиди. Есть такое служение, называется служение присутствия. Я увидел, чем больше боль, тем меньше нужно слов. Просто будь там. Просто будь с ним. Как твой ребенок проходит, он приходит и говорит, папа, у меня проблемы в школе. Ты говоришь, я не знаю, что я не забирать тебе из школы, что там, побить твоих учеников. Да просто побудь с ним. Служение присутствия. Просто ты там. Кто-нибудь когда-нибудь с тобой просто сидел молча семь дней. Представляешь, вот такое служение. Ты бы выпродил их, может, на второй день. Но, тем не менее, это о чем ты говоришь. Это есть любовь. Третий пункт. Мы с тобой услышал, остановился. Дальше написано, посмотрел. Он посмотрел на них. Будь способен смотреть дальше, чем просто поведение людей, чтобы увидеть их ценность. Знаете, эти двое люди, все другие тоже их видели. Но они видели это как возмутительное спокойствие. Они говорят, заткнитесь, замолчите. И, естественно, когда ты видишь, какое-то такое проявление, ты хочешь как-то пресечь грубость. Ты хочешь пресечь бескультуре. Там написано, Иисус посмотрел на них. Вообще было что-то особенное в жизни Иисуса. Как Он умел смотреть. Взгляд очень много, что значит, друзья. Взгляд – это удивительный, невербальный инструмент, который Бог дал нам, чтобы любить. Ты с кем-то общался, и ты просто на глаза смотришь, что им дела до тебя нет. Они сквозь тебя смотрят. Ты говоришь, я люблю вас. Они ничего не любят. Я часто там веду какие-то семинары для пасторов. И некоторые пасторы говорят мне, типа, пастор Лек, нам нравится проповедовать. Они считают, что я впечатлюсь, что им нравится проповедовать. Да может, тебе просто нравится внимание. Может, тебе просто нравится быть в центре. Может, у меня вопрос другой. Любишь ли ты людей, которым ты проповедуешь? Вот в чем вопрос. А не нравится ли тебе проповедовать? Любишь ли ты людей? И видно ли это в твоих глазах? Ты же, а как по глазам может быть видно? Да, ученик на свидание ходил. Глаза очень много, что говорят. Вчера, когда Юля тут меня нахваливал, я так ей глазами стрелял. Люблю, 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 люблю. Я ничего не говорю, ты ничего не слышал. Ты мой затылок видел. Но мои глаза говорят, я тебя люблю, я тебя обожаю. Потому что глаза многое, что могут сказать. Интересно. И когда про Иисуса говорили, знаете, Марка, 10 глава, 21 стих. Написано, здесь, когда Иисус встречается с богатым этим юношей, да, помните? И написано, Иисус посмотрел на него с любовью. Вот если бы я был биограф Иисуса, вот как так можно посмотреть? Да он не просто смотрит. Он с любовью смотрит. Вот как это видно? Просто смотрит или с любовью смотрит? И, друзья мои, самый лучший подарок кому-то – это твое внимание. Любить – это уделять внимание. Потому что внимание – это твое время. А твое время – это твоя жизнь. И любовь – это время. Любовь – это внимание. Уделяя кому-то внимание, ты отдаешь самое ценное, ты отдаешь свою жизнь. Можно заработать больше денег, можно заработать больше финансов, но нельзя заработать больше времени. Поэтому, уделяя кому-то внимание, ты говоришь, я люблю тебя. И то, как Иисус смотрел на людей, меняло их жизни. Вот что это был за взгляд? Его взгляд мог исцелять, его взгляд мог утешать, его взгляд мог… Я раньше не понимал, как это можно. Ты проходишь мимо какого-то там человека и говоришь, следуй за мною. То есть, у него бизнес, он там деньги меняет. Следуй за мною. И он бросает все и следует за мною. Петр, бросай сети, пойдем за мною. Сделай тело отцом человека. Как так? Это не в словах дело. Пойди кому-нибудь скажи, выйди сейчас из здания, на шиномонтажку там, еще кому-то. Ну, где-то там проходишь, или на остановке. Следуй за мною. Будешь ремонтировать там не машины, а жизни людей. Скажут, ку-ку, к врачу вам надо. Но почему-то, когда Иисус говорил, люди бросали все. Что это? Взгляд. Взгляд. Самый лучший подарок. Знаешь, взгляд может исцелять. Почему только сильный взгляд у Христа? Это был взгляд безусловного приятия и безусловной любви. Ты когда-нибудь видел такие взгляды? Безусловной любви и безусловного приятия. Я видел такие взгляды. У меня дочка родила внука. Я когда смотрю, когда она на него смотрит. Он может сделать все, что угодно. Он может описаться, он может обкакаться, он может что-то испортить. Но у него взгляд такой, я люблю тебя, сынок. Я люблю тебя больше всего. И Бог говорит, любить, это смотреть такими глазами. Это как мама на ребенка смотрит. Твой взгляд меняет. Библия говорит, видя, ну вы знаете, на местописании Матфея 9, 36, где Иисус говорит, видя толпы народа, Иисус что? Жалился. Интересная вещь. Когда я вижу толпы, я раздражаюсь. Ну правда же? Ну вот, какие у тебя толпы вызывают? Ты пришел в супермаркет, смотришь, у кассы толпа. А-а-а, пойду в другую кассу, пойду в другой супермаркет. А-а-а, толпы, меня раздражают толпы. Но интересно, а он смотрел, говорит, мне их жалко. Господи, любить, это смотреть, любить, это видеть, как видел Иисус. Знаешь? И когда он видел, у вас сердце закрушалось. Он смотрел взглядом любви. Знаете, мы часто говорим, о-о-о-о-о. Вот, по-острому, у меня такой критичный взгляд. Я откуда не пойду, там все вижу. Я все ошибки тут же вижу. Критичный взгляд не изменит ни одной жизни. А есть безучастный взгляд. Да мне все равно. Да мне наплевать. Да мне без разницы. Безучастный взгляд не изменит ни одной жизни. И злой взгляд. Ненавижу их всех. Есть много разных взглядов. Есть надменный взгляд. Букашки, таракашки тут собрались что-то. Недостойные меня, знаешь. Надменный взгляд. Есть взгляд полный предрассудков. Да знаю я их. Да я знаю, о чем они думают. Да я знаю, как они живут. И мы даже гордимся этими взглядами. Но Бог говорит, любить, это смотреть взглядом любви. Любить, как Иисус. Какой твой взгляд? Может, время поменять его? Может быть, может, я знаю своих детей. Да я знаю, что у него на уме. Да я знаю, что он задумал. Да я знаю своего мужа. Да я знаю. Эй, какой твой взгляд? Знаешь, ни один из этих взглядов не поменяет людей. Люди, которые нуждаются в твоей любви. Они чувствуют себя недолюбленными. А недолюбленные люди чаще всего грубые, требовательные. И ты видел детей, которые недолюбленные? Они будут требовать все, чтобы получить хоть какое-то твое внимание. Они будут баловаться. И они баловаются не потому, что они плохие. Они баловаются потому, что они говорят, эй, посмотри на меня. Ну, хоть злым взглядом, что ли. Я готов получить там. Ну, только посмотри на меня. И люди, которые больше всего нуждаются в любви, их труднее всего любить. Когда ты видишь грубиянов каких-то, они просто нуждаются в массивной дозе любви. Потому что их чаша эмоциональная пуста. И грубость, надменность, это часто крик. Мне плохо. Если мы способны. Знаешь, когда мы судим, когда мы сами под судом в основном. Ладно, четвертая вещь. Четвертый пункт. Что он там сделал? Услышал. Остановился. Увидел. Спросил. Скажи, спросил. Большинство проблем в браке, потому что мы не спрашиваем. Мы предполагаем, что мы будто знаем все. Он спросил, в чем ваша нужда? И четвертый вид, как любить, как Иисус. Спрашивай людей, а не делай вид, что ты знаешь. Да я знаю это. Дети, я старше тебя, я знаю, что тебе надо. Слушай сюда. Если он что-то знал о жизни, это был Христос. Он был Бог, он знал все. Один из атрибутов Бога, одна из характеристик Бога, он всезнающий. Но если всезнающий Бог берет и спрашивает, то тебе ничего не знающему, тем паче нужно спрашивать. Знаешь, он спросил. И он спрашивает, что вы хотите? Он позволяет тем людям, у которых проблема, устанавливать тему разговора. Он говорит, так, стоп. О, я пророк, я знаю, что вам надо. Я знаю, я знаю. Может, не говорить, не говорить. Я знаю, исцеление. Точно сейчас Господь, Дух Свой показывает, что это проказа. Нет. Он спрашивает, что тебе надо? Что ты хочешь сказать? Как я могу тебе послужить? Любить – это научиться задавать вопросы. И чем лучше ты научишься задавать вопросы, тем лучше ты научишься любить. Ты не предполагаешь, что ты знаешь. Ты не считаешь, что ты знаешь. А ты просто спрашиваешь. Почему? Потому что вопросы открывают сердца людей. Потому что вопросы говорят, ты мне интересен. Знаешь, как много бы в наших семьях поменялось, если бы ты рассел с детьми и начал их спрашивать. А что вас беспокоит? А чем вы живете? Слушай, а почему ты так сказал? Слушай, а почему ты так поступил? Интересно. Да я знаю, почему он так поступил. Я знаю, что ты знаешь. Но ты спроси. Это не про тебя вопрос. Потому что когда кто-то кому-то задает вопросы, это появляется ценность. Мы недавно с пастором Василием разговаривали. Он говорил, что вы там большой командой в Ереван съездили. В Ереван съездили. У вас там команда лидеров. И знаешь, что он говорит, что одна из вещей, которая потрясла там в Ереване. Вы приехали в большую церковь учиться там у старших братьев. Ваши лидеры признавались. Мы были в шоке, что у них больше служения. А у них он спрашивает. А как у вас? А как вы это делаете? Это настолько расположило сердце. Почему? Потому что когда ты задаешь кому-то вопрос, ты мне интересен. Это не только я всезнайка, научу вас жить. Это не только я вот, а как ты это делаешь? А почему это тебя обидело? А почему это тебя задело? Библия говорит, сердце человека глубокий колодец. Но мудрый знает, как его вычерпать. Сердце твоей жены глубокий колодец. Если ты мудрый муж, ты будешь вычерпывать оттуда. Как? Спасибо, что спросил. Задавай вопросы. Задавай вопросы. Задавай вопросы. Вот здесь, друзья. Задавай вопросы. Хотите, я научу вас быть лучшим слушателем? Не задавай вопросы односложные. Задавай открытые вопросы. Есть понятие такое, открытые и закрытые вопросы. Закрытый вопрос – это вопрос, который ты отвечаешь – да и нет. Любишь меня? Да. Ты меня не любишь? Нет. Так отвечаешь – да или нет? Да или нет? Это очень вредно. Знаешь, как открыть, вычерпывать? А расскажи мне еще что-то. О, слушай, дорогая, а с этого момента поподробнее? Мне интересно. Слушай, а тогда ты сказал вот это. А что ты имела в виду? Не да или нет? И знаешь что? Люди говорят, близость ушла. Интим ушел. То ушло. Задавай вопросы. А как у тебя было в детстве? А что ты помнишь? Вопросы любить – это задавать вопросы. Если кто-то мог, не знал вопрос – это Иисус. Но Он говорит, эй, мне есть до тебя дело. Мне есть до тебя дело. Ребят, что хотите? Иисус, что не видно, что хотят-то, что ли? Я тебе подскажу. Эй, заткнись. Не тебя спрашиваю. Ребят, что хотите? Бог, Господь, Сын Давидов. Мы так устали от этой проказы. От нас все отвернулись. Да. Хотите исцеления? Да. Спросил. Когда задаешь вопрос, ты говоришь, человек, ты для меня ценен. Что ты хочешь видеть? Задавай вопросы. И последнее. Он их коснулся. Касайся жизни людей. Сделай, что в твоих силах помочь. Он услышал, остановился, посмотрел, спросил и коснулся. Он был полностью вовлечен. Кстати, все органы чувств зависит. Услышал. Увидел. Остановился. Спросил. Ну, стопроцентный, ну, не понюхал только что. И коснулся. Знаешь, часто проблема в том, что мы не вовлечены в жизнь. Не вовлечены в жизнь людей. Вовлекайся. Сделай, что в твоих силах. Давайте поднимемся. Аллилуйя. В следующий раз, когда ты говоришь, я люблю тебя. Или я люблю этих людей. Я люблю своих детей. Я люблю свою церковь. Я люблю мир. Подумай об этих пяти глаголах. Слышишь ли ты? Готов ли ты остановиться? Занятость – враг милости. Готов ли ты посмотреть взглядом любви? Готов ли ты коснуться этих людей? Готов ли ты вычерпывать их сердца? Дорогой Господь, я благодарю тебя. Иисус, ты такой потрясающий. Никто не может любить так, как любишь ты. Но ты сказал, что в этом мире мы, как ты. И ты сказал, что верующие в меня дела, которые я творил, тоже будут творить. Апостол Павел говорил, что в нас были те же самые чувствования, что во Христе Иисусе. Апостол Иоанн говорил, что любовь для того совершенства достигает в нас. Что мы в этом мире, как ты. Есть одна главная причина, почему мы здесь. Научиться любить тебя и людей. Научиться любить, как любишь ты. Я молюсь сегодня за наше сердце. Открой уши нашего сердца. Чтобы мы не только слышали крики, проблемы, шум, беспорядок, гам. Но мы могли слышать боль. Могли слышать нужды. Нужды наших детей, нужды наших жен и мужей. Я молюсь, Господь, как только мы их услышим, помоги нам останавливаться. Вот уходи из этих крысиных бегов, занятости, которые убивают милость в нашей жизни. Мы все оправдываем занятостью. Останавливаться, как останавливался ты. Прямо посредине программ. Прямо посредине расписания. Чтобы видеть твое чудо. Господь, мы молимся за глаза любви. Взгляд любви. Годами наш взгляд был такой критичный, такой надменный, порой злой, порой полный предрассудков. Дай нам видеть, как видишь ты, Господь. И когда мы общаемся с кем-то, не дай нам общаться, как все знайки, с гордым отношением, а я-то знаю, что тебе надо, но с отношением, как я могу вычерпать твое сердце, жена? Как я могу вычерпать твое сердце, мой драгоценный ребенок? Что там у тебя? Скажи мне. И, Господь, дай нам прикасаться к людям. Прикасаться к твоей исцеляющей силой. Прикасаться. Я молюсь сегодня, Господь. Я чувствую твое помазание здесь. Прикасайся к сердцам. Прикасайся к семьям. Прикасайся к нашим отношениям. Коснись нас, Господь, как ты только можешь коснуться. Я молюсь за твое чудо восстановления отношений. За твое чудо, которое ты высвобождаешь в семьях, в отношениях. Во имя Иисуса. Аминь.